Для поддержки пострадавших от пандемии отраслей бизнеса из областного бюджета выделено 10 миллионов рублей. Деньги направят на оплату труда работников, коммунальных услуг организации, поддержку самозанятых граждан, управляющим компаниям на приобретение дезинфицирующих средств. Из местного бюджета выделено более 7 миллионов рублей на возмещение части затрат комбината школьного питания «Бань-Сарова» по оплате труда и коммунальных услуг. Еще один важный вопрос, который рассмотрели депутаты – установление льготной арендной ставки для предпринимателей, арендующих муниципальные помещения, в дополнение к уже имеющейся отсрочке по платежам. На 30% снижена арендная ставка с апреля по июнь месяц. Сейчас мы видим, что экономика начинает понемногу оживать, предприятия открываются. Например, сейчас уже кафе и рестораны могут в Нижегородской области работать, другие предприятия, магазины с определенными условиями, бьюти-индустрия, вот у нас нашумевшая ситуация была в городе. То есть все это оживает, работает и сегодня уже, может быть, с июля месяца нет необходимости в этих мерах поддержки. Есть и предприятия, которые пока открыться не могут – это фитнес-центры, агентства праздников, кинотеатры. Некоторые из них находятся на грани банкротства. Для этих сфер бизнеса дополнительно проработают меры поддержки. Еще из важных, интересных решений сегодняшнего заседания – это присвоение нового имени новой улицы города, это проезд Октямова, это человек, который возглавлял много лет нашу дивизию здесь, которая охраняет город. Такая улица теперь появилась в городе, она находится недалеко от речного переулка. Кроме того, народные избранники назначили выборы депутатов городской думы 7-го созыва. Они пройдут 13 сентября. После этого Саров перейдет на одноглавую систему управления.